добрый день мои дорогие любители вязания я рада приветствовать вас на своем канале вязание ангелины озимок добрый день сегодня я покажу вам как можно связать вот такие слитки скоро на улице осень и будет холодно смотрите у нас интересный рисунок как ни странно но эти кос связаны крючком и мы будем с вами сейчас учиться как быстро можно связать вот такие красивые теплые уютные следочки крючком вот они у нас перед нами подлежать я беру вот такую пряжу пехотская шапка 85 процентов шерсть меринос мягкая шерсть и 15 акрил объемный ниточка хорошая тем что во-первых она объемная очень удобно вязать такие мягкие вещи но очень тактильная она не колючая для ножек это будет самое то и так что мы начинаем как мы начинаем с чего мы начинаем с кольца не с воздушной петельки а кольцом вот вокруг пальчика обвели вот это наш первая петелька в кольцо мы провязываем 8 столбиков сделали одну воздушную петельку и 8 полустолбиков полустолбик получается 2 3 4 5 6 и 8 посчитали что у нас с вами раз два три четыре пять шесть семь еще одно один полустолбик 8 теперь смотрите что мы делаем мы затягиваем за эту ниточку и превращаем в колечко теперь соединяем с первой петелькой на с вами будет круг соединили и теперь мы в каждый полустолбик сделали воздушную петельку вяжем по два стола полустолбика чтобы у нас с вами было 16 петелек мы считаем делаем увеличение это у нас с вами будет сам носочек делаем по 2 полустолбика что такое полустолбик это когда идет накид провязали и вот здесь трепетики вместе это не столбик это полустолбик считается у нас с вами должно получится 16 петелек крючок я взяла три с половиной для таких толстых ниточек это будет самый хороший выбор мы должны посчитать петельки у нас должно получится ровно 16 если мы что-то не добрали мы сейчас доберем один можно считать поверху один два три четыре пять шесть семь восемь девять десять двенадцать двенадцать четырнадцать пятнадцать пятнадцать а значит мы вяжем еще один шестнадцатый и соединяем соединительных столбиков теперь мы провязываем шестнадцать прибавляем через одно через один столбик начальную связали мы начальный начальные две петельки мы связали теперь мы делаем прибавление через раз в первый столбик мы провязываем два полустолбика и один опять мы провязываем два и один таким образом мы провязываем до конца ряда и у нас должно получится двадцать четыре столбика и так смотрите мы с вами провязали первый ряд рядочек полустолбики даже не так первым провязали восемь набрали в круг второй ряд провязали 16 увеличили ровно в два раза провязывая в каждый столбик два полустолбика третий ряд мы провязали 24 полустолбика добавляя по одному полустолбику в один способ столбик провязали один во второй два таким образом увеличили теперь смотрите у нас идет раз два три четвертый ряд мы уже вяжем столбик с накидом и нам нужно из двадцати четырех петелек сделать 32 мы таким образом делаем мы провязываем точно так же столбик столбик и два столбика в полустолбик столбик и два вот соединяем наши петелька и теперь провязываем еще один ряд просто столбики с накидом 32 столбика для того чтобы потом начинать уже вязать основной рисунок косы 32 32 столбика с накидом объясню почему 32 я измерила объем своей ноги вы можете сделать точно так же у меня получился объем 24 сантиметра вот 24 сантиметра моя нога как правило наше вязание в одном сантиметре у нас входит полтора столбика и для того чтобы провязать 24 сантиметра объема умножаем 24 на полтора у меня получается 32 столбика вы можете сделать свои замеры у вас тут конечно по-другому итак смотрите что у нас с вами получается 1 2 3 4 5 мы связали 5 рядов в круг у нас 32 столбика с накидом теперь мы начинаем мы во первых разделяем вязание на две части наступлю и на верх нашего слитка каким образом первые три петли подъема мы вяжем как всегда теперь мы вяжем выпуклый столбик 6 штук как он вяжется делайте накид вот ваш первый столбик вводите крючок за спинку полностью не в головку а за столбик вытягиваете накид вяжете как бы столбик таким образом мы с вами должны провязать 6 выпуклых столбиков это называется выпуклый столбик это у нас будет первая коса всего у нас будет 3 штуки будем распределять следующим образом 1 2 3 4 5 6 теперь мы вяжем столбик только не выпуклый а впуклый каким образом мы делаем накид и смотрите обнимаем крючком вот таким образом вот смотрите у нас получается вот такое вязание это у нас будет между косами 6 выпуклых и 1 в пуклый столбик с накидом вяжем еще 6 выпуклых накид вот наше тело столбика за телом провязываем накид опять же видите это несложно но это очень красивый рисунок таким рисунком можно вязать резиночку для тех же носков и есть очень много рисунков которым можно воспользоваться таким выпуклым столбика смотрите провязали 6 накид вяжем 1 в пуклый или изнаночный столбик еще у нас идёт 6 1 2 3 4 5 6 6 6 еще один мы вяжем изнаночный столбик вот смотрите это наш основной узор нашего верха теперь из оставшихся петель и мы будем вязать с вами саму подошву для этого мы еще увеличим на 2 на 2 столбика в первый столбик мы провяжем 2 столбика в конце ряда добавим еще один столбик таким образом мы с вами должны провязать до первого соединения точно таким же образом мы вяжем еще три ряда три ряда и уже потом начинаем провязывание косы пара сложных моментов там у нас ждет но всему можно научиться посмотрите провязали два столбика вот и вот соединяем точно так же мы вяжем еще три ряда делаем 3 воздушные петли подъема помните да накид вот вот сюда мы проводим крючок накид вот все не сложно и у нас видите у нас идет такая красивая косичка которую мы потом будем с вами учиться переплетать вот вяжем три ряда спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки а готовые вязаные изделия можете приобрести на моем сайте а